снова набираю одну бисеринку и нам нужно набрать две мелкие два мелких биконуса потому что у нас есть одна бусина и вторая бусина нам нужно еще две мелких бусинки набрать 1 2 и закрываем нашу ячейку и вот здесь нам тоже нужно между нашими бусинками общими какие у нас вот здесь есть тоже нам не хватает здесь одной бисеринки то есть вот видите здесь три бисеринки нам нужно четвертую набрать и закрыть вот таким образом ячейку вот смотрите у нас каждый раз в центре должно находиться по четыре бисеринки ну давайте мы сейчас с вами быстро проплетем еще один ряд и потом кусочек я уже за экраном про плиту вот смотрите я опять выхожу в соединительную бусинку то есть в общем между двумя ячейками вот и снова набираю новые наборы две мелких два мелких биконуса мне надо набрать и один крупный раз два и один крупный начинаем бисеринка и заканчиваем бисеринкой набор и закрываем на нашей общей бусинке теперь переходим к центральному к центральной ячейке из крупных биконусов опять я прохожу по моей ячейке вот этой по всем бусинкам пока не выйду в общую то есть конечно все это делать не так сложно все это очень просто но вот результат конечно очень красивый если у вас будут красивые материалы бусинка которой нам не хватает вот у нас должно быть 4 я соединяю первую общую бусину со второй с помощью бисеринки и продолжаю набирать еще две бусины для этой ячейки начинаем с бисеринки и заканчиваем бисеринкой закрываем ячейку и выходим в боковую бусинку которая у нас будет соединительной с последним вот с последней ячейкой в этом ряду набираю две мелкие так как у нас имеется крупная мелкая есть и две мелких нам еще не хватает начинаю с бисеринки набираю две мелкие закончили бисеринкой закрываем нашу ячейку и нам не хватает вот еще одной бисеринки вот здесь мы ее добавляем и переходим к следующему ряду то есть нам нужно выйти опять соединительную бусину биконуса итак я должна сплести вот такой такую сеточку необходимую на обхват руки но где-то на сантиметр в принципе все зависит от того какая у вас будет застежка вы должны понимать что после того когда вы этот браслет полностью оформите чтобы у вас вот этот край не был вот такой вот разболтанный вам ваш браслет станет немножечко короче то есть вам нужно будет на руку сделать браслет такой длины чтобы он вот эта заготовочка соединилась чтобы у вас не было места для вашей застежки после того когда вы оформите ваш браслет у вас как раз появится место для вашей застежки то есть я проплету сейчас кусочек и с помощью линейки я вам покажу насколько все это меняется вот посмотрите я проплела такой кусочек сеточки и мы сейчас с вами проведем вот такой эксперимент вот смотрите у меня этот кусочек ну 6 сантиметров получается да и причем из-за того что край у нас вот такой вот свободный браслетик в принципе получился плоским конечно если кому то нравится вот такой плоский может оставить может оставить и в таком виде но все-таки когда он объемный он красивее смотрится более интересным становится и что я делаю в таком случае вот вы запомнили да что у нас получилось 6 сантиметров вы можете в принципе кусочек для себя сделать какой-то вот эксперимент вы можете взять другие размеры биконусов то есть это допустим 3 сантиметра этот 4 сантиметра или это 4 этот 5 у вас совсем другие размеры будут но хочу просто показать на самом деле что длина этого браслета будет уменьшаться после тех преобразований какие мы сделаем то есть я выхожу опять поэтому последнему колечку выхожу в боковую бе в боковой биконус и буду делать сейчас вот здесь тоже чтобы у меня было между биконусами 4 бисеринки и смотрите как мой браслетик сейчас начнет уменьшаться в длине я по то есть я добавляю новые две бисеринки между крайними биконусами и у нас вот будет теперь в каждом центре между биконусом между биконусов по четыре бисеринки видите как сразу укорачивается у меня этот край мы сейчас с вами увидим какой эффект вот у нас произошел и теперь я перейду на противоположную сторону то есть видите оно видно зрительно даже без того чтобы я замерила линеечкой но конечно этот эффект можно использовать и для того чтобы сделать на шею вот такой вот колье то есть она будет вот такое изгибаться и вы сможете использовать этот эффект именно для колье но я пока что делаю браслет чтобы он был у меня выпуклый и я после того как пройду по одному ряду перейду по моим бисеринкам на противоположную сторону я прохожу по всем бусинкам по всем биконусом по всем бисеринкам просто напросто пока дойду до противоположной стороны вот смотрите вон уже немножечко вот такой вот видно что становится выпуклый сейчас после того как мы добавим и с этой стороны бисер необходимое количество то у нас получится вот такой вот выпуклый как у меня браслет на каждую руку свой и и вот в зависимости от вашей застежки разное количество материалов понадобится мне очень часто спрашивают а сколько вы вот использовали почему вы не говорите дело в том что даже бисер одной и той же фирмы но разных цветов он все-таки бывает достаточная разница вот в бисере не говоря уже о биконусах а стране производители и о размере руки я думаю что каждый может количество материалов себе вот произвольно самому самостоятельно подсчитать я просто показываю технику я не считаю на каждую руку это просто невозможно то есть каждый должен под свою ручку подгонять и в зависимости от своей фурнитуры вот посмотрите что у меня получается на данный момент вот такой красивый у меня получается ажурный браслет он вполне имеет право быть вот самостоятельным украшением единственное что он недостаточно прочный он недостаточно прочный вот смотрите видите либо вам надо будет проходить еще раз по эти по дважды по одним и тем же ячейкам чтобы все это закреплять ну а я немножечко другой метод нашла чтобы мохи укрепить браслет и в то же время сделать его более красивым вот посмотрите я выхожу в центральную общую бусинку общую бис общую бусину биконуса вместе с бисеринками я буду проходить и бисеринки которые вот возле моего биконуса набираю бисеринку биконус 4 миллиметра еще бисеринку и посмотрите я буду укладывать вот этот набор по диагонали причем следующий проход я буду проходить первая бисеринка возле биконуса и выходить во вторую то есть тоже по диагонали вот видите как и хорошенько вот так красиво наш биконус укладывается здесь вот захожу в первую бисеринку биконус и во вторую бисеринку выхожу то есть по диагонали вот таким образом и у нас получится красивый гребешок на нашем браслете который в то же время будет его придерживать и он не будет так легко прогибаться вот такой вот выпуклый красивый браслет у нас получается видите и так мы проплетаем вот таким образом наш гребешок ну вот я уже закончила этот кусочек и посмотрите что у меня получилось на самом деле я завязала несколько узелочков на леске и спрятала ее в бисеринках вот такая вот получается у меня вот вещица мне конечно очень жаль я просмотрела уже вот то что я сняла ну на самом деле игру вот этих вот биконусов кристаллов блеск их экран не передает на самом деле поэтому мне жаль что вот всей вот этой красоты вам не видно но вы можете выбирать ваши какие вот вот выберите цвета и уже увидеть в реальности как выглядит такой браслет ну а я считаю что на этом я могу закончить наш мастер-класс вот такой браслет у нас красивый получился если вам понравилось что мы сегодня с вами делали можете подписываться на наш канал чтобы получать новые мастер-классы следующий урок мы посвятим с вами изготовлению сережек в комплект вот к этому браслету все все 6 они все все не